Всем доброго дня! Это Гелиосар и история России в двух словах, на пальцах. Что ж, параграф 7. Русское государство при Ярославе Мудром. После смерти Владимира, у которого было достаточно много детей, он разделил свою страну между своими детьми. Но здесь было все просто. Он был верховным правителем, а его дети были наместниками в разных областях его страны. Но после его смерти он разделил эту страну, и каждый из его сыновей оказался правителем на своей земле. И вроде бы как был где-то в Киеве единый князь, но при этом подчиняться ему и не нужно было. И, в общем, конечно, Владимир имел двух любимых сыновей Бориса и Глеба. И вроде бы как желал, чтобы верховным князем в Киеве стал Борис. Но это очень не понравилось двум старшим сыновьям, Святополку и Ярославу. И первым неповиновение отцу, то есть князю Владимиру, высказал именно Ярослав. Который правил, где бы вы думали правильно, в Новгороде. В наиболее старом и при этом не менее сильном, чем Киев-городе. В 1015 году Ярослав отказался посылать налог, то есть дань в Киев. Владимир тут же, конечно, был очень зол. Приказал собрать войско, чтобы наказать мятежного сына. Но Ярослав тоже ответил сбором своих войск. Но тут произошло такое, что Владимир умер. И при этом, когда умер сам князь Владимир, его любимого сына Бориса не было в Киеве. Он был в походе на печенегов, то есть на кочевников. А Святополк сумел дарами расположить к себе киевлян, и они признали его своим князем. При этом, Святополк решил избавиться от соперников на трону, то есть от Бориса и родного брата Глеба. И подослал к ним тайных убийц. В итоге, оба брата были убиты, и даже в итоге были причислены к лику святых. При этом, тогда же, по приказу этого самого Святополка, был убит еще один брат, Святослав. Естественно, что убийство такого количества родных братьев, которые, по сути, вроде бы, как даже и не возражали, чтобы тот был князем, не могло не вызвать недовольства, и Святополк был призван окаянным. То есть, как бы, даже не просто злым, а уже больше, чем злым. То есть, уже за гранью этого зла. То есть, убивать столько родных братьев просто ради власти, но это, как бы, уже было совсем-совсем нехорошо. Ярослав же, находясь в Новгороде и получив известие о смерти отца и гибели братьев, был вынужден вновь собирать свою армию и даже пригласил варяжскую дружину. То есть, он пригласил викингов и выступил в поход на Киев против Святополка. Причем, он сказал так, что не я начал убивать своих братьев, их начал убивать Святополк. И, так сказать, как Бог отмечает кровь братьев моих, которая была без вины пролита, то, пожалуй, и я, так сказать, пойду и помогу Богу наказать того, кто их убивал. Святополк тоже сумел собрать войско, и они встретились между собой. То есть, князь Новгородский и князь Киевский, они встретились у города Любича. И Ярослав сумел обмануть, обхитрить Святополка и разбить киевское войско. Святополк бежал, причем бежал не куда-нибудь, а в Польшу. Был он первым, но далеко не последним, кто бежал в эту самую Польшу. И попросил помощи у короля Польши Болеслава. Болеслав собрал свою армию, пошел на Ярослава, на Киев, но сумел разбить Ярослава, овладел. То есть, король Польши захватил Киев, но при этом трон Святополку он не вернул, а забрал себе. Кто бы сомневался. Но, естественно, что это стало, это, во-первых, не понравилось самому Святополку, который, что в первом, что во втором случае, потерял власть. Потом, конечно же, еще и сами поляки тоже были далеко не любимы местными жителями. В итоге полякам пришлось убраться куда подальше. И в итоге Ярославу опять пришлось собирать новый поход против Святополка, который сумел на короткое время вернуть себе власть в Киеве. Ярослав снова сумел разгромить своего брата. И в этот раз уже власть над всей Русью получил именно Ярослав. Конечно, это такие вот междоусобные войны, они не могли не сказаться, так как были все-таки войны есть войны. Были потери, были сожжены, были погибшие люди, сожженные деревни. В общем, это, конечно, плохо сказалось. Но в дальнейшем, когда Ярослав Мудрый закрепился на троне, а он получил прозвище Мудрого. Во многих странах местные жители любили давать прозвище своим правителям, как бы показывая, какими они были на самом деле. Такое было и в Англии, такое было и во Франции, такое же было и на Руси. Так вот, Ярослав, единственный из всех правителей на Руси, получил прозвище Мудрого. Он встал на трон, уже будучи достаточно таким взрослым человеком. Он очень много сделал для распространения христианства, строил множество церквей, открывал при них школы, очень активно поощрял перевод церковных книг с греческого языка на славянский. И вот здесь есть одна маленькая особенность. Если кто смотрел ролики за средние века, то там было четкое указание, что у католиков все богослужение шло на латинском языке. И тем же чехам во время гусицких войн пришлось буквально воевать за право вести богослужение на чешском языке. И то не во всем удалось. На Руси такого не было. На Руси сразу же все богослужение велось на местном языке. Все книги, Евангелие, Библия, все было переведено на местный русский язык. Так что вот такое интересное было отличие. Естественно, что подобное не могло не сказаться на таком достаточно положительном восприятии религии со стороны местного населения. Ярослав очень укрепил власть в русском государстве. Он создал первый на Руси письменный свод законов. То есть он собрал все законы на Руси и записал их. Причем убрал некоторые повторяющиеся или устаревшие законы. И создал первый полноценный свод законов, который назвали «Правда Ярослава». Ну, как бы жить надо было по правде, а правда тогда, по сути, значила именно закон. Поэтому и название у свода законов, то есть сборника законов, такой «Правда Ярослава», то есть законы Ярослава. Это была первая часть общего сборника русских законов. Закон предусматривал самые различные наказания за убийства, оскорбления, обман, кражу. Естественно, что принятие единого сборника законов имело огромное значение для укрепления государства. При Ярославе Мудрым сложились четкие правила управления древнерусским государством. Высшая власть принадлежала киевскому князю. Причем власть князя была... Вот он имел всю власть. То есть он устанавливал законы, он следил за исполнением законов. Он эти законы принимал, придумывал. И никаких парламентов, как где-то в Европе, ничего подобного не было. Здесь у нас просто вот был князь и вот были его законы. И все. Другое дело, что на Руси оставалось такое самоуправление, как Вече. И вот это Вече, оно имело большую власть. В Европе такого не было. В Европе, как только появились еще первая Франкская империя, и вождей всяких местных племен Хлодвиг убил, все, никакие местные сборы не остались. А вот на Руси они остались. То есть местные жители в деревне, в городе, они могли собраться на вот это Вече, то есть на единый сбор всех жителей города и решить там, что делать. И даже князь, он практически не мог отменить это решение, потому что иначе он шел против решения народа. То есть такая вот была интересная особенность. Так что князь, устанавливая свои законы, никогда не шел против Вече. Он был вынужден соответствовать воле народа. Вот такая интересная особенность, которая сильно отличала Русь от Европы. В распоряжении киевских князей была мощная сила, военная сила, дружина. Это второе сильное отличие Руси от Средневековой Европы. В Средневековой Европе были феодалы, то есть правители, которые имели свою землю. Да, они были воинами, но у них была своя земля. На Руси такого не было. На Руси дружина подчинялась князю. И князь, собирая со всей территории налоги, он свою дружину обеспечивал. Дружина жила в столице, дружина тренировалась, принимали новых, отправляли старых на пенсию. Причем на пенсию всегда с обеспечением было. Но дружина была при князе. Дружина, то есть воины, они не расходились куда-то по своим землям. Они всегда были при князе. И это была очень сильная военная такая, это была большая военная сила. И князь поэтому имел многие возможности. Гораздо больше, чем в Европе. Поэтому и сила у князя была больше. А в различные области назначались наместники. Чаще всего дети. Ярослав продолжал политику отца и деда Владимира и Святослава. Укреплял южные рубежи Руси. Так как там было очень много кочевников, которые на своих лошадях часто делали набеги на деревни и поселения Руси. При этом даже нанес им несколько поражений. Ярослав расширил территорию. Государство укрепил безопасность. Также на северо-западных рубежах. В 1930 году он утвердил власть Руси на западных берегах Чудского озера, где проживали также финно-угорские племена. И основал город Юрьев. Если посмотреть, то это имеется в виду территория Эстонии. Эстонцы в принципе также относятся к финно-уграм. Чудское озеро, вот оно. Вот это вот небольшое озерцо, вот оно. Оно это и есть то самое Чудское озеро. Ну, относительно, конечно, небольшое. А город Тарту раньше назывался Юрьев. Вот это тот самый город, который и основал князь Ярослав Мудрый. В 1043 году произошло последнее военное столкновение Руси с Византийской империей. И Ярослав отправил в поход старшего сына Владимира в ответ на убийство Византии русского купца. Но поход закончился неудачей. И несмотря на то, что флот Византии удалось разгромить на суше, был отряд, который шел на суше, этот отряд был разгромлен самими византийцами. В 1046 году, в итоге, в 1046 году, Византия и Русь заключили мирный договор, который был скреплен женитьбы Ярослава, вернее, сына Ярослава Всеволода, на дочери византийского императора Константина Мономаха. Это было очень сильно, потому что все-таки кто такой князь Руси? А, извините, византийский император, это Римская империя. И высшего византийского императора, да в Европе почти никого и не было. Это, собственно говоря, и взять в жены дочь императора, это было очень сильно. Ярослав с помощью различных династических браков очень стремился укрепить положение Руси в Европе. И надо отдать должное, ему это удалось. Сам Ярослав был женат на дочери шведского короля. Свою сестру отдал в жены польскому королю. Дочь Анна была выдана замуж за французского короля. То есть, немного, но очень-то. Другая дочь Анастасия стала королевой Венгрии. Третья дочь Елизавета вышла замуж за норвежского принца, который тоже стал королем. То есть, Ярослав был очень таким влиятельным политиком для всей Европы. Раз короли брали дочерей, князя, себе в жены. Так что Русь при нем, конечно, стала очень могущественным государством. Мало того, при дворе Ярослава даже некоторое время жили сыновья английского короля. Где Англия, а где Киев? И тем не менее, вот так было. Что ж, как вы думаете, почему после смерти князя Владимира начались распри между его сыновьями? Ну, причина была проста. Во-первых, Владимир не оставил наследника, а он разделил Дерзаву между детьми. Ну, молодец, что называется. Второе, это невероятная подлость, жестокость, жадность и коварство святополка. То есть, мало того, что сам Владимир совершил ошибку, не оставив наследника полноценного, который мог бы принять всю власть. Такой еще и один из братьев его сыновей оказался настолько жестоким, что устроил многочисленные убийства своих братьев. Чем деятельность князя Ярослава Мудрого отличается от деятельности других князей? Тем, что князь Ярослав Мудрый предпочитал больше укреплять имеющуюся страну, а не расширять и завоевывать. То есть, он устанавливал законы, укреплял религию, строил церкви, увеличивал количество образованных людей и очень сильно укреплял престиж и влияние Руси среди всех европейских держав. Какие изменения в управлении государством произошли при Ярославе Мудром? Прежде всего, Ярослав Мудрый составил сборник законов. То есть, он составил сборник законов, который был назван свод, ну, свод законов Правда Ярослава. Так назывался сборник законов. На Руси было принято жить по правде, то есть, ну, по справедливости. Законы Ярослава, в принципе, они описывали вот эти правила тогдашней справедливости, она была немножко иной, чем сейчас, но все равно очень похожей. И поэтому ее и назвали Правда, то есть, жили по правде, по законам. Как Ярослав укреплял международный авторитет своего государства посредством династических браков? Династические браки – это браки между королями, князьями, то есть, между монархами, когда детей выдают замуж без любви, а по договоренности. То есть, когда короли договариваются между собой. А как там дети будут жить, ну, извините, дела государства, они важнее, чем то, как дети будут жить вместе друг с другом. Как они-нибудь уж проживут. Как Ярослав, так, и с какими странами Ярослав Мудрый были установлены династические связи? Они были установлены с Польшей, Швецией, Венгрией, Данией, Францией и даже немножко с Англией и, конечно же, с Византией. Что ж, работаем с картой. Покажите на карте государства, с правителями которых Ярослав Мудрый установил родственные связи. Что ж, устанавливаем. Так, ну, отходим назад и пока, значит, вот она Швеция. Вот она, собственно говоря, Норвегия. Вот она, Дания. Вот она, собственно говоря, Венгрия. Вот я ее покажу. Тогда она была даже немножко больше. Ну, вот она, собственно говоря, Польша тогда была. И вот она, собственно говоря, Франция. Ну, тогда она была даже немножко в других границах. Ну, все равно, вот она, Франция здесь находится. Найдите на карте земли, вошедшие в состав древнерусского государства при Ярославе Мудром. Ну, в основном, конечно же, это территория. Вот здесь, то есть это Чудское озеро, земли вокруг него. И вот этот вот город, здесь он назывался Юрьев, сейчас он называется Тарту. То есть вот эти земли. Так, 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 что ж, думаем и сравниваем. Как усобица между сыновьями князя Владимира повлияла на развитие Руси? Она затормозила развитие Руси, так как приходилось тратить много сил на эти самые войны. Сравните Русь с западноевропейскими государствами раннего Средневековья. В чем состояли общие черты, а в чем различия? Общие черты состояли в том, что, в принципе, связи между различными областями были слабыми. Дорог на Руси вообще практически не было. Перемещались, по большей части, по рекам. Если в Европе римляне еще свои дороги строили, то на Руси римлян не было. Поэтому с дорогами были большие проблемы. В основном по рекам перемещались. А различия были в том, что в Европе-то был феодализм. То есть вся земля была поделена, а вот на Руси такого не было. В принципе, земля как бы принадлежала, по большей части, всем. И вот как жили, так себе и жили. То есть не было безумного феодализма и не было такой мелкой междоусобицы, как во многих других европейских странах. Так, лишь один правитель российского государства получил прозвище Мудрый. Почему он считается мудрым правителем? Ну, во-первых, он был образованным. В то время далеко не все короли умели читать и писать. Далеко не все. Только самые такие умные короли умели читать и писать. Так вот, Ярослав был умным. Второе. Ярослав очень много сделал для того, чтобы стало как можно больше образованных людей на Руси. Он сделал очень много для перевода самых разных книг на русский язык. И самое главное, составил единый свод законов. То есть сборник правил всей русской державы. Так что неудивительно, что он получил такое прозвище. Тем более, что он еще и до этого отличался умом. И многие его решения, как видели все окружающие, они видели, что он принимает умные решения. И не допускает ошибок. И, в общем, все делает правильно. И при этом он еще и был достаточно таким благородным. Не обманывал, не врал. Вот и назвали мудрым. Почему Ярослав стремился при помощи династических браков укрепить международное положение Руси? Русь была достаточно далеко от Европы. И многие события, которые происходили на Руси, они как бы вообще никого особо не интересовали. При этом Русь все-таки была достаточно сильной державой. Вот Ярослав и стремился добиться признания, в том числе и среди западных стран, с тем, чтобы укрепить положение Руси, укрепить границы, укрепить собственные возможности. И самое главное, чем влиятельнее держава, тем легче торговать. Вот для этого он и делал все вот эти свои действия, чтобы было легче торговать. Со слабой державой, с купцами из слабой страны никто и разговаривать-то не будет. Назначат бешеный налог и все. А если держава сильная, то вон, пожалуйста, в Византии одного купца убили. Так целый военный отряд отправили и целый флот отправили. Так флот еще и победить ухитрился. Только на суше разгромили. Так что вот с Византии воевать тогда, ох, немногие рисковали. Вот такой вот интересный показатель. Так что он вполне себе работал на укрепление страны, чтобы торговать легче было. Больше торговли, больше денег. Вспомните, о каких сводах законов вы узнали при изучении курсов Древнего мира и Средних веков. В чем состоит сходство этих законов и русской правды? Ну, одним из самых первых сводов законов это были законы Ашурбанапала, если не ошибаюсь. Был такой царь где-то в Междуречии. Вот он и составил такой закон, свод законов. Причем это был единый такой сборник законов тогда. И это был едва ли не первый такой сборник законов, который был в очень древнем царстве. В дальнейшем уже в Риме появились. То есть появились в Греции единые законы. Потом в Риме, конечно же, единые законы. Ну, а после них такие же сборники постепенно составлялись. И при Карле Великом, например, в той же самой Европе. В чем сходство? Ну, в принципе, сходство в том, что это единые сборники законов. А вот сами законы имели определенные различия. Хотя в целом основа была всегда. То есть наказание за убийство, наказание за воровство, наказание за убийство свободного, за убийство раба, за убийство несвободного и прочие, и прочие вот такие вот вещи.